Любовь к гуманитарным предметам выпускница Лиза Ивакина объясняет просто. Они помогают человеку красиво и точно выразить свои мысли и чувства. Слова подкрепляет делом. Пришла сдавать ЕГЭ по литературе. За время подготовки к экзамену девушка проштудировала столько книг, что уже сбилась со счета. Мне кажется, вместе со всеми сборниками литературных анализов, со всеми статьями, которые... Ну и плюс произведениями, мне кажется, это просто меряно-немеряно, я даже цифру не назову. А эти ребята выбрали сдавать химию. Среди них и будущий хирург Саша Алтунин. Парень совсем не волнуется, даже наоборот. Признается в надежности своих знаний, он уверен на 100%. Ощущение супер. Самое главное это выспаться, не нервничать. И высокий результат, он придет сам. Химию я выбрал, потому что я хочу поступить в медицинский вуз, потому что с детства я хочу помогать людям. И это моя мечта, помогать людям. Химию сдает и Соня Чайка. Написать ЕГЭ девушка приехала из Теткина. Там из-за сложной обстановки пунктов проведения экзаменов нет. Говорит, несмотря на регулярные обстрелы в СУ, получилось сконцентрироваться на подготовке. Было тяжело, но я старалась заниматься с сентября, как в онлайн-школе. Поэтому, ну, если получалось, то занималась. Из-за непростой оперативной обстановки и угроз ракетной и атак беспилотников, меры безопасности усилили во всех школах региона. По обеспечению безопасности мы действуем в соответствии со всеми нормативными документами. Мы не будем действовать, если такая возникнет необходимость. И, соответственно, подготовлено все, что необходимо для этого. То есть у нас есть укрытие, которое без окон, соответственно, с водой, со всеми необходимыми средствами. И у нас есть также подвальное помещение, которое тоже в случае ракетной опасности, не дай бог, будет использовано. Результаты химии, литературы и географии 11-классники узнают не позднее 6 июня. Всего в Курской области единый госэкзамен напишут 3100 выпускников. Егор Горожанкин и Владислав Соболев. События дня.